Это последствия сегодняшнего ночного обстрела Белгорода. Силы ПВО смогли отразить атаку противника. Однако без повреждений, увы, не обошлось. Так сейчас выглядит фасад одного из административных зданий в центре города. Изрешеченные стены, разбитые окна. И всё же скотч на стёклах, по всей видимости, хоть немного, но всё же спасает. Внутренним удалось уцелеть. Досталось и ограждением. Вот они, следы от осколков. Судя по всему, в момент происшествия парковка была пустая. Страшно приставить, чтобы было с автомобилями. Также есть повреждения у торгового центра через дорогу. Пострадало и само полотно. К его ремонту уже приступили. На месте ЧП побывал мэр Белгорода Валентин Демидов. Последствия обстрела также в нескольких квартирах. Пострадало остекление и внутри помещения посещены стены и так далее. Строительные бригады выехали, контур сейчас закрывают. Национально быстро по поручению губернатора выполним все ремонтные восстановительные работы. Самое главное обошлось без пострадавших. Но звуки в ночном небе напугали многих. Утром позвонил внук в 9 часов. Дед, что ты там живой? Я говорю, а что живой? Да у тебя же там взрывы сильные были. Ты что, не слышал? Я говорю, нет. Слышал, но было слабо. Слабо взрывы каждую ночь. Ну, спасибо нашим ПВ-лощникам, что они сбивают ракеты эти. За последние 4 дня и 4 ночи активность противника, к сожалению, возросла. Как рассказал в своем утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков, за это время в регионе получили повреждения 58 домов и 31 автомобиль. Но, несмотря на напряженную оперативную обстановку, с проблемами никого не оставят один на один. Со всеми главами проговорил, и восстановительные работы уже начались. Держу ситуацию на своем контроле. Все необходимые средства для восстановления жилых зданий и частного транспорта у нас есть. Михаил Перетокин, Денис Копач. Программа «Такой день» на мире Белогорья.